Давай поговорим с тобой как IT-специалист с IT-специалистом. Мы скажем, Александр, купите к железу еще и облако. Ты каждое утро приходишь в офис и набиваешь свое лицо постными печеньками и лучшим лавандовым рафом. Ну, во-первых, в этом есть определенная перспектива. Знаешь, как в том анекдоте? Я ожидал от них, что они будут говорить, ну, вы понимаете, законодательное ограничение, люли-люли. А они такие, мы в облака идем, сейчас все будет хорошо. Здравствуйте, с вами подкаст «Коптерка цифровизатора». Проект, в котором мы общаемся с людьми, создающими промышленную цифровизацию нашей страны. И разбираемся в том, что у них получается, что не получается. И какие у них планы на ближайший вечер. Сегодня у нас в студии особый гость. Это Павел Приидис, директор по работе с промышленными компаниями «Яндекс Клауд». И самый эффектный IT-специалист из тех, кто согласился прийти. Привет, Саша. Здравствуй, здравствуй. Интересно, ты мне представил. Ну, я долго думал. Это то самое интро, которое было долгожданное. Я долго думал. Понимаешь, слово «благообразное» к тебе не вполне подходит. Нет, ну сейчас пост великий, почему наоборот? А, хорошо, да, хорошо. Директор по работе с промышленными данными. Нет, не с промышленными данными, с промышленными заказчиками. С промышленными заказчиками. С промышленными компаниями. Ты не выучил мою должность. Прости, прости, я буду работать над собой. Итак, чем же все-таки занимается директор по работе с промышленными компаниями? Ну, наверное, как сказать, самый простой ответ – это продажи и развитие бизнеса облачного. То есть, я представляю Яндекс.Облако, соответственно, это продажа облачного портфеля услуг, которые у нас есть. Но помимо этого, безусловно, мы с небольшой командой ищем новые сценарии применения облака в промышленных компаниях крупных, как металлургических, так и машиностроительных. Развиваем, собственно, новые сценарии, как я сказал, пытаемся найти какие-то новые продукты вместе с партнерами. И, соответственно, чтобы эти продукты сценарии давали должный эффект предприятиям промышленным в области данных в том числе. Или даже прежде всего, наверное, в области данных. Ответ достаточно корпоративный, спасибо. Но, не побоюсь этого слова, основная маржинальность этого бизнеса все еще продажа серверного времени? Хороший вопрос. На самом деле, если брать весь пирог, скажем, нашей выручки облачной, по итогам 2023 года Яндекс.Облако заработал порядка 13-3 миллиардов рублей. Это выручка. Да, это выручка. То есть против 7-8 миллиардов прошлого года. То есть подросло. Да, причем Яндекс.Облако растет быстрее рынка, что, как сказать, не может не радовать. И, безусловно, наверное, основную долю пока еще занимает ИАС, то есть инфраструктура как сервис, дальше идет Кубернетис управляемый, и потом уже идет платформа данных. То есть и эта динамика, она с каждым годом смещается в сторону именно платформы данных, то есть сервисов так называемых ПАС от Яндекс.Облако. Ну, ты хорошо утек от вопроса о маржинальности, хорошо. Но на самом деле, мне кажется, что особенно гордиться ростом не надо, потому что сколько, два года назад я сидел в Ажуре, как и все, как и многие, и тут началось, и, в общем, куда бежать, что? Ну, есть какое-то количество провайдеров услуг, но надо же надежно и надо очень быстро. И вы, компания Яндекс, была одна из самых первых. В принципе, действительно, с сервисом всегда все было отлично. Я имею в виду, что быстро предложили, разумные цены, давайте, подхватитесь, сейчас вы через три недели уже будете спасены. И, естественно, мы переехали, и у меня есть серьезное подозрение, что я не один такой. Не, ну и мы не одни такие, надо отдать должное. Это тоже верно. Вот, потом, я там не могу, скажем, сказать точно, да, но наверняка есть еще организации, которые по-прежнему пользуются зарубежными провайдерами. По причине того, что у них там до сих пор есть международный бизнес, например, нету ограничений в области оплаты этих услуг. Вот, возможно, что нету персональных данных, которые там они хранят, да, потому что у нас есть 152-й федеральный закон, который обязывает хранить все на территории Российской Федерации. О, да. Это связано с чем? С тем, что, ну, с твоей точки зрения, просто очевидно, что бизнес-модель небогоспасаемых компаний, она всегда была такая. Ну, уже там сколько, лет 10, наверное. Погнали в Амазон, там погнали в Майкрософт, потому что будем контролировать касты инфраструктуры. Вообще, железки эти грязные покупать там, это вообще как-то скучно, как это называется, некрасиво. А тут вот все красиво. И, опять же, к Апексу никакого один сплошной Апекс. И ты хочешь сказать, что российский бизнес в целом к этой модели подошел? Ну, вот он подходит. На самом деле, да, действительно, разница между там западным рынком и российским с точки зрения облаков, она большая. Если мы там говорим про такие ключевые отрасли, которые там, что называется, cloud native уже довольно давно, типа ритейла, там финансовый сектор, там компания разработчиков крупных. Понятно, что в России они там за последние два года выросли существенно, но они до этого были, как сказать, основными, корневыми. Как и на Западе, так и здесь в стране. А если смотреть сейчас на сегмент промышленных компаний, то, например, за прошлый год количество проектов и сервисов выросло в 1,6 раз практически. Ну, там низкая база. Я как раз хотел только подойти к этому, что вот из этих 13 прекрасной чертовой дюжины миллиардов, я думаю, что промышленные компании как раз не составляют значимо. Не составляют, пока не составляют, да. То есть банкинг, ритейл, им как-то все сильно проще. Да, да. Ну, просто у них есть определенная, во-первых, привычка, да, есть определенные, как сказать, особенности бизнеса, да. Если мы говорим про банки, у них огромное количество разработки, то есть те же самые там брокеры, скоринговые модели. Это во многом консюмерский рынок, где у тебя тайм-то-маркет очень важную роль играет, конкуренция большая с другими банками. И здесь не до того, чтобы отыгрывать закупки на строительство дата-центров, покупку софта длительные, да. Скучно живут. Да, не говори, слушай, вот. Ну, и плюс ко всему у тебя даже при таких, кажется, важных там проектах, связанных с клиентскими сервисами, кажется, что там стоимость информации, она как бы достаточно невысокая, потому что она быстро устаревает. Ну, да, она высокая в моменте, но невысокая в, да. Да, из-за этого формируется определенная привычка, так скажем, что можно использовать публичные облака, потому что вот если брать более традиционную отрасль, да, в которой мы с тобой работаем, там этой привычки нет, потому что все привыкли больше к компремисной инфраструктуре, к тому, что все нужно держать у себя, стоимость информации гораздо выше, ее, так сказать, срок утилизации, он там измеряется пятилетками, десятилетками. И всех волнует информационная безопасность, и, как сказать, есть такое недоверие, что вот публичная облака, это не у меня за забором, где там есть амбарный замок, собака, сторож, и у него, возможно, есть еще и ружье, и поэтому лучше пусть он это охраняет, чем мы доверим это каким-нибудь высокотехнологичным инновационным компаниям. У компании традиционных отраслей этой привычки нету, есть высокий уровень недоверия, соответственно, поэтому рост там публичных облачных сервисов, он чуть ниже, чем там в других отраслях, которые я назвал выше. И в связи с этим как раз меня интересует, как ты, такой умный, разумный человек, вместо того, чтобы, так сказать, фармакологам продавать сладкие терабайты, оказался в промышленности, где нужно объяснять нам, так сказать, заскоруслым разработчикам, айтишникам и вообще сутылым псинам, зачем нужного облака. Ну, во-первых, в этом есть определенная перспектива. Знаешь, как в том анекдоте? Да, знаю, знаю, да. Ссылка на анекдот не смотрите в описании. Да, но просто если, да, если без шуток, то действительно, если посмотреть на международный рынок, то там крупные такие компании, горнодобывающие сегменты, там как гиганты, так как BHP Billiton, Reatint, Tata Steel, они все активно используют облака, то есть тут тот же самый, там, те же самые названные американские компании, не знаю, запрещенные в Российской Федерации или еще пока нет, такие как Microsoft, Amazon. Сами же вроде себя запретили, то есть их здесь-то вроде никто не запрещал. Амазон, Google, и у них достаточно большие с ними проекты, то есть в области, там, как ты говоришь, продажи серверного времени, так и крупных аналитических хранилищ, работы с данными. И, ну, есть определенное понимание, что так как наш облачный рынок в стране, в принципе, приближается в какой-то перспективе к тому объему, который есть на Западе, соответственно, это будет тиражироваться на все отрасли, которые есть у нас в стране. А у нас, ты сам знаешь, там, промышленность, в частности, металлургия, машиностроение, химия, нефтегаз, энергетика достаточно серьезный. Ну, это, в общем, собственно, страновой хребет. Так вот, сколько, 3-4 месяца назад, может быть, 5, мы с тобой были на конференции в печально теперь известном корпус-сити, где промышленники как раз на сцене говорили, ой, мы пойдем. Я ожидал от них, что они будут говорить, ну, вы понимаете, законодательное ограничение, люли-люли, а они такие, мы в облака идем, сейчас все будет хорошо. И на практике подтверждается? То есть, вот те промышленные гиганты, которые там полгода назад заявляли, что идут к вам, они, в принципе, идут? Да, у нас есть действительно там проекты, причем не связанные с, знаешь, так сказать, с демилитаризованными сценариями, которые там, ну, условно мы их называем хостингом, размещением каких-то внешних порталов, то, что служба информационной безопасности у таких традиционных компаний пропускает спокойно, и говорит, да, ну, здесь в целом мы не видим никаких рисков, для нас это, так сказать, не является каким-то корнер-кейсом. А у нас есть уже сценарий применения там наших аналитических инструментов для производственных данных, то есть, в частности, вот там построение так называемой единой системы производственных показателей, технологические архивы на базе публичного облака. И это действительно, мне кажется, там определенный прорыв и хороший сигнал в отрасли, что если гиганты, лидеры, так скажем, сегмента уже начинают делать подобные проекты, то в целом эта вещь может быть тиражируема. Наверное, да, но счет-то на табло, в том смысле, что даже если, представить, что все 13 миллиардов за промку, что, как мы с тобой выяснили, не так, бюджет одной крупной промкомпании какой-нибудь, даже не самой крупной, на инфраструктуру, ну, тут сложно сказать, они редко раскрывают, но даже из того, что мы знаем по городским легендам, он, ну, может быть, на инфраструктуру там больше, чем эта сумма просто в год. То есть ты веришь, что промка уйдет в облака там на 130 через какие-нибудь вещи? Ну, нет, нет. Посмотри, во-первых, у нас же нету задачи, в целом, как у любого облачного провайдера, мне кажется, нету задачи, цели, там, забрать, такой, знаешь, как ты говоришь, весь бюджет на IT или конкурировать там, ну, это, наверное, не совсем наша идеология и вообще не идеология облачного провайдера, в том числе не конкурировать с он-премисцодами, по большому счету. Вот есть такие бенчмарки, там, от того же самого, мне кажется, от той же самой большой тройки гиперскейлеров, что облако, оно в идеале должно занимать там 20% IT-ландшафта, представляя собой дополнительный рычаг инфраструктурный, аналитический, там, какой угодно. При этом там 80% информации или сервисов предприятия могут спокойно хранить у себя он-премис. И даже с этими 20% это достаточно уверенный, стабильный, растущий бизнес. А 20%, я, кстати говоря, такой статистики не ослышал, я думал, что 20% это очень скромно, как раз по меркам каких-то западных промышленных клиентов. Нет, если мы говорим про промышленные компании крупные, с учетом их географической распределенности активов, где у тебя в любом случае есть локальные дата-центры, потому что есть проблемы со связью, с, там, не знаю, погодными условиями, какими-то еще, да, и тебе важно, чтобы у тебя была инфраструктура здесь на земле для каких-то критических систем управления, например. Поэтому, безусловно, у них даже на Западе нет, так сказать, такой стратегии уходить от собственного железа, собственных локальных мощностей. Это как раз-таки скорее дополнительный рычаг в их случае, но он существенно больше, чем, например, у наших компаний на текущий момент, потому что есть больше объем там сервисов, больше доверия, это размещение каких-то новых продуктов, это распределение средств, то есть что-то, например, если мы говорим про разработку, то разработка практически вся уходит в облако во многих компаниях. Это есть там публичные кейсы крупных металлургических организаций. Они не видят смысла, например, развивать разработку, опять же, по причине того, что команды находятся в разных городах, в разных, скажем, географиях, часовых поясах, нужно для всех купить лицензии, их правильно как-то развернуть. Проще использовать, например, управляемые сервисы, чтобы их меньше обслуживать, меньше поддерживать, чтобы это делал провайдер, за это просто платить в режиме он-демант. С этим я абсолютно согласен, и кажется, что вот это как раз и будет, то есть это вот как бы, как это называется, фрукт, висящий низко, который там можно обрывать. Но давай поговорим с тобой как IT-специалист с IT-специалистом. Мне всегда казалось, что, сейчас мы говорим про западные компании, на самом деле мотивация к облаку была вообще другая. То есть это на самом деле не имело никогда никакого экономического смысла и не может иметь. Да, у облачного провайдера есть скидка на масштаб, чего-то он, наверное, поэффективнее, он может немножко шарить свои ресурсы между проектами там, где тебе локально придется нанимать там целого девопса, условно, какого-то специфического. Вот он может и пошарить там на парочку. Но все это делалось ради чего? Ради того, чтобы как раз снизить капекс. Он, конечно, там у каких-нибудь на карьере по сравнению с самосвалами, бурстанками и так далее небольшой, но он не нулевой. Но он все-таки есть. А самое главное – это хэдкаунт снизить, потому что один из твоих ключевых кипяев – это количество мордотонну. И вот их там айтишники, понятно, плодятся, как кролики. И, соответственно, вот тут у тебя количество людей на тонну сильно сокращается, если у тебя уборщицы и уборщики, так сказать, в аутсорсе айтишники, столовая и так далее. То есть, в этом как бы был мотиватор на самом деле. Потому что это биржевая история. Ну, видишь, ты вот уже два эффекта называл, да? Там, условно, снижение капекса, перехода в опекс, снижение там нагрузки на какой-то HR, да, условно, количество людей. Но это нужно, если компании листятся, и у них много мелких акционеров. А мне кажется, у нас-то всех интересует только, так сказать, прибыль и дивиденды, а больше ничего. Не, ну как, слушай, во-первых, сейчас ты не всегда можешь найти хороших специалистов в нужном количестве, понимаешь? Это хороший, кстати, хороший поинт. Это поинт плюс, это раз, да. И вот это тоже TCO, это тоже входит. Потому что многие, как ты правильно говоришь, экономически нецелесообразны, потому что многие воспринимают TCO, да, вот на облачную платформу в лоб. То есть, давайте возьмем стоимость сервера, стоимость там вашего сервера в месяц, ну, точнее, умножим утилизацию и посчитаем, да, вот это все. И как бы получается вроде бы как дороже, да. Но тут же надо считать там массу критериев, которые входят. Вот обслуживание, обновление, поддержка, отказоустойчивость, информационная безопасность. Это все сервисы, это все где-то лицензии дополнительные, где-то люди. И набегают достаточно прилично. То есть, вот сколько мы там не считали TCO, вот такие, знаешь, там даже какие-то громадные, грандиозные проекты, там нет вот этой разницы. Порой даже облако побеждает, если мы берем это на объеме. Я не буду спорить, я просто скажу, что ты каждое утро приходишь в офис и набиваешь свое лицо постными печеньками и лучшим лавандовым рафом, так сказать, отобранным... На кокосовом раке. Да-да-да, отобранным у беднейших детей Индонезии или откуда там. Не знаю, кто-то это не знает. Да, хорошо, да, обменен на сервисные услуги. И, в принципе, пользователи облачных услуг, они должны тоже за это заплатить. Вместо того, чтобы раздать каким-то удаленным айтишникам по спецовке и по каске. По спецовке и каске обязательно вообще. Мы за технику, за полное соблюдение техники безопасности. Так как Эльбрус сделали в моей альмоматер, то, в общем, все вопрос тиража. Да-да. Если вы будете покупать хотя бы тысяч по 300. Да, но, кстати, для меня, ты знаешь, может быть, не то чтобы в тему данного подкаста, но все-таки для меня всегда было это удивление, почему с процессорами у нас вот такой сильный, как сказать, такая сильная яма технологическая. Казалось бы, у нас там чего только нету с точки зрения разработок, ноу-хау, каких-то патентов и прочее. Но вот с процессорами мы как-то вот глобально не смогли как будто закрыть этот гэп. Хотя попыток, ты сам знаешь, было достаточно много. Ну, у меня есть представление о том, что оборудование, которое действительно способно его производить, его делают там в одном месте на Земле, и это не Тайвань, а там где-то в Голландии. И, соответственно... В Галактике. Да-да, в Галактике. И в целом они даже в какой-то момент были готовы всем продавать, чтобы составить конкуренцию. Ну, то есть, был там Intel, там, и еще пара буквально компаний. И хотели, чтобы было больше, так сказать, производителей. Но потом как-то передумали. Я помню, как на Дмитрием Анатольевичем, нашим, еще времен первого айфона, когда он был президентом, все смеялись, когда он купил линию и торжественно ее как-то открывал. По-моему, это был что-то такое, 50-нанометровый техпроцесс. Все очень смеялись и говорили, что какие глупости. А оказалось, что все в дело сгодится. Ну, вот, видишь, то есть, сегодня, ты сам понимаешь, с процессорами вещь достаточно дефицитная. Вот, опять же, к разговору про плюсы и преимущества облачной платформы, здесь тебе не надо об этом думать. Ты получаешь сервисный контракт, в котором ты вообще не паришься над темой того, какие процессоры, есть ли они. Ты просто открываешь виртуальную машину с той конфигурацией, которая тебе нужна, и используешь ее для инфраструктурных задач, для задачи обработки данных, аналитики, еще чего-то. Нет, когда ты таким голосом это говоришь, я, конечно, готов купить, но все-таки, так сказать, давай последний заход на железо, и уже пойдем из этой скучной темы. Собственно, вот представь, что я IT-директор. Ты приходишь ко мне и говоришь, Александр, не покупайте железо. Я тебе скажу, что у меня вообще? Зачем тогда жить вообще? В какой смысл в этой профессии? Какая тоска? Нет, ну так, во-первых, никто не будет говорить, зачем. Мы скажем, Александр, купите к железу еще и облако, и у вас получится, так называемый, здоровый баланс и гибридный сценарий, который как раз-таки набирает сегодня самую большую популярность. Вот именно гибрид сегодня, мне кажется, является драйвером развития облачной технологии и в таких традиционных отраслях, где мы с тобой работаем, и в других не менее, может быть, зарегулированных. Хорошо, я, собственно, даже не могу с этим спорить, понятно, что это как-то будет тестироваться. А с точки зрения того, что на этом, ну, то есть, вот как бы, если я тебя правильно услышал, ты говоришь, что этот сервис – это как раз то, зачем будущее, так или иначе. Ну, сейчас вы, в общем, всех нагибридите по разу, и в целом как-то рынок устаканится, понятно. Он будет подрастать, наверное, немножко, но он не будет так расти массово, как сейчас, через 3-4 года. И будет какая-то борьба эдет-сервисов, потому что, да, конкуренты у вас есть, и они, в общем, не слабые. Как ты видишь вообще, если, так сказать, с ракета-носителя посмотреть на эту историю, к чему все идет? Ну, действительно, вот ты это называешь эдет-сервисы, да, мы это называем менедж-сервисы, или там весь класс продуктов ПАС. Действительно, вот у нас, наверное, стратегически там выбран фокус на инвестирование в этот раздел, да, нашей платформы, в создание, разработку новых продуктов в области ПАС. И действительно, есть конкуренты, ты прав. Есть конкуренты также и в облаке, которые занимаются именно облачными продуктами. Есть конкуренты, которые делают решения сугубо для там внутреннего контура заказчиков. Здесь, мне кажется, вот, во-первых, да, конкуренция это здорово, потому что она создает определенный там, как сказать, стимул для того, чтобы быть лучше местами, вот, ну, и не только местами, да. Но тут важно заметить, что все-таки у Яндекса есть там определенный накопленный опыт разработки, там, в том числе таких вот различных инструментов для себя, да, вот, то есть даже как облако вообще появилось. То есть облако, это же было изначально внутренней инфраструктурой Яндекса. Ну, имеется в виду, что это выделилось в продукт в качестве для начала гипотезы, ну, для внешнего рынка. А этот эксперимент себя оправдал, и получилось, что это полноценный бизнес, который растет, который технологичный, который там отказоустойчивый, которому доверяют там, извините, сегодня 29 тысяч компаний практически, 29 тысяч пользователей на сегодняшний момент используют Яндекс.Облако в стране. Комментарий номер один. Конечно, правду говорят, что в крупных компаниях люди меняются, в том смысле, что конкуренция – это здорово. Где старый Павел, который говорил, сейчас я порву всех конкурентов и откушу им носы, и они вообще, у них нет шансов. Я не знаю, это какой-то другой Павел. Хорошо, я понял, да, да. Ну, ты завязывай там с лавандовым рафом. Иногда по пятницам пиво «Жигулевское». Ну, на самом деле, еще, да, если добавить к тому, чем мы можем, так сказать, похвастаться, может быть, и как мы планируем там в этой гонке выигрывать, у нас действительно там большая экспертиза в области машинного обучения. То есть это вообще в целом тоже такая корневая особенность Яндекса. Ну, там, исходя из того, что поиск построен там с использованием огромного количества моделей машинного обучения. Понятно, что сегодня там все идет вот в области этих LLM-ок, да, лингвистических моделей, там, у Яндекса, Яндекс.GPT, как ты знаешь. MLM-ок, да. MLM-ок, да. Яндекс.GPT, как ты знаешь, тоже достаточно активно, я бы сказал, вышел, да, вышел на рынок. Причем, опять же, если посмотреть B2C-шный сегмент, который, наверное, такой более популярный и востребованный, как хайповый, да, если можно выразиться, то мы в облаке, в частности, пропагандируем именно B2B-шный, как сказать, подход использования GPT для внутренних каких-то продуктов, для разработки там советчиков различных, для встраивания этого GPT в текущие продукты. Вот, мне кажется, используя вот такие точки опоры, там, бэкграунд Яндекса, внутреннюю, как сказать, экспертизу, там, накопленный опыт, да, такие ключевые, скажем, конкурентные сервисы, которые, ну, далеко не у всех есть, как GPT, да, там, мы знаем, мне кажется, в стране, сколько там, еще, наверное, одна, может быть, две компании. Полторы. Полторы компании, которые это делают. Вот, это, наверное, те самые драйверы роста, которые там будут двигать платформу данных, в частности. Хорошо, просто, когда я слышу менедж сервисы, я сразу, менедж сервисы, я сразу вспоминаю, что то ли BMW, то ли Mercedes, то ли все вместе продают теперь подписку на менедж сервисы, в смысле, там, что, здесь холодно стало? Ну, заплати, там, 10 евро, и мы включим подогрев сиденья, что горит попа, горит, отлично. 15 долларов. 15 долларов, и мы его выключим. В том смысле, что когда-то, когда облака начинались в мире, философия была в том, чтобы напихать максимально, просто чтобы продать саму идею, сам сервис. Сейчас, я так понимаю, это не так. Да я не знаю даже, когда так это было, Саш. Мне кажется, вот в чем еще прелесть облака? У тебя же PaysUgo. Ну, да. То есть, тебе, ты когда покупаешь какой-то софт, да, ты покупаешь, условно, там, определенный бандл. Тебе, там, может быть, даже столько и не нужно. Казалось бы, ну, там, понятно, что там есть определенные, как сказать, нюансы, ты не можешь купить меньше, да? Ну, да. Тебе нужно его как-то утилизировать, это тоже вопрос. А с облаком тебе не нужно ломать голову, чем утилизировать. Поэтому, как бы, что значит напихать что-то? У тебя есть консоль. Ты заходишь и сам себе, как говорится, напихиваешь то, что тебе нужно. Платишь за это посекундно. Не нужно, отключаешь. Нужно больше, добавляешь. Ну, вот это, кстати, очень классный пример менедж-сервисов, потому что, действительно, когда я, там, сравнивал вас с конкурентами, действительно, у вас можно купить, там, 10 процессоров и, там, сколько-то терабайт оперативки. А когда, если тебе ненажно сейчас, ты, например, там, сворачиваешь стенд, как разработчик, показал клиенту, свернул стенд, ты можешь, действительно, это отключить. Но это не у всех так. У кого-то из конкурентов, там, бандл, как бы, ты купил 10% процессоров, вот, и там, и сиди на них, пока не течет срок аренды. А дальше думай, сколько тебе надо в следующем периоде. Это хорошее. Вот, видишь, еще один конкурентный. Какие еще бывают? Такие еще бывают менедж-сервисы? Ну, да-да. Вот что-то такое, что это означает на практике для промок? Ну, это, наверное, как для промок, так и для остальных отраслей, это, в целом, сервисы управляемых баз данных, в частности, да? All your base now belongs to us? Нет-нет-нет. То есть, там, в классической же модели ты, там, покупаешь лицензию, разворачиваешь ее, обслушиваешь ее, обновляешь ее, там, следишь за то, чтобы она, там, как-то бы копировалась, да, чтобы она, там, не отваливалась от твоего приложения, там, вовремя. Это все наблюдаешь заранее, превентивно. И т.д. и т.п. Здесь же у тебя суть управляемого сервиса заключается в том, что это все делает, условно, Яндекс.Облако, где-то на бэкэнде. Ты получаешь уже, там, готовый интерфейс для работы, там, с эндпоинтами, там, со своим кодом. И тебе, в целом, не нужно думать, что там под капотом. Как это обновляется, как это поддерживается, как это бэкопируется. Ты получаешь, ты платишь за сервис, который осуществляет вендор. Не вполне понятно. Вот я, ну, то есть, у разработчиков-то стек немножко разный, там, один придет и скажет, я хочу Таранту. Вот, я его даже уже купил. Или, кстати, там, не купил. А другой придет и скажет, ну, вот, я тут напихаю всякого опенсорца понакачал, вот сейчас я его буду разворачивать. Ну, у нас много, у нас же много этих баз. То есть, разработчики могут выбрать. А, то есть, ты даже предлагаешь какую-то вариативность. Конечно, конечно. У нас, может быть, нет Тарантула. Странно. Странно, да, почему. Но, в целом, у нас там достаточно много того же самого опенсорсного менедж-сервиса. Там, Greenplum, там, какой-нибудь MySQL, там, Postgres в менедж-формате. Там, если брать вот эти различные тоже сервисы, там, по построению тех же самых КХД и ДВХ, там, Kafka какая-нибудь, да, там, Airflow, там, он сейчас появился. И все прочие вот популярные, модные средства для работы с аналитическими хранилищами. Ты можешь выбрать, ты можешь выбрать, но, я знаю, даже более. Если, например, у тебя нет управляемого сервиса, а тебе так нравится вот какой-нибудь там Тарантул или какой-нибудь еще другой софт, и ты точно хочешь поставить только его, ты можешь развернуть виртуальный инстанс и на него как бы развернуть. Понятно, что ты сам можешь продолжать. Да, и сам можешь пользоваться. У тебя все, как бы сказать, в одной среде находится. Также биллинг работает. Ну, там, единственные лицензии сторонние ты оплатишь отдельно. Ну, это понятно, да. А за это я тебе доплачиваю. То есть, если я хочу твою кафку есть, то за кафку я должен заплатить тебе, ну, за обслуживание отдельно. Ну, да, но это входит у тебя, получается, сервисный платеж. Вот, то есть, ты же заплатишь там по секундной тарификации, там уже включены все вот эти вещи, которые мы берем на себя, условно говоря. Ты получаешь конечный платеж. У тебя нет никаких там сложно сочиненных смен, где ты там такой, так, что такое, 20 тысяч инженеров, кто это, почему они. Ты просто платишь там за секундное использование сервиса. А нет сервиса, в котором вы можете бить по рукам нерадивых айтишников-заказчиков. Потому что, как только я провожу аудит того, что у меня висит, всегда находится огромный объем чего-то, что, ой, ну, мы тут поставили и забыли, ой, мы тут, ну, мусор накидали, забыли собрать и так далее. Вот если бы вы это начинали делать... А, слушай, мы, кстати, у нас архитекторы за этим очень внимательно следят, очень часто, и поддержка. За мной что-то не следят. Запустили, да? Это они действительно могут, например, там, посмотреть какой-то мониторинг. Видишь, мы не видим ничего, что у вас на виртуальных машинах находится. Что логично. Да, что логично и правильно. Но мы можем там смотреть какие-нибудь логи по нагрузке, там, по активностям, да? То есть какие-то такие косвенные показатели, которые там могут характеризовать, там, то или иное состояние, там, в сервисе, да? И если мы видим, что, например, там, на базу, например, нет нагрузки никакой, условно говоря, то есть не то, что мы это мониторим как-то проактивно, это можно заметить. Архитектор может прийти, там, к твоим ребятам и сказать, слушайте, а вот мы видим, что вы развернули кластер, что он болтается без дела, а нагрузки на нем нет. Хорошо, если это более практически, то доступ к данным на виртуальных машинах на самом деле есть, но вы просто туда не смотрите известно. Нет, у нас нет доступа к виртуальным машинам, то есть, ну, там, не у меня, не у команды. То есть, естественно, что есть разработчики, которые работают там с ядром платформы, и там как-то косвенно они могут там получить, иметь доступ, да, к чему-то. Вот, но это, во-первых, все строго процедурные вещи, работать там с такими глубинными, скажем так, слоями, да, нашей платформы. Потом есть специальный продукт, как Бастион, который логирует там все действия. А, то есть, все-таки... Конечно, ну, то есть, в режиме реального времени там любое нештатное поведение, оно там эскалируется моментально, там группа подтверждений, согласование всего этого. То есть, ну, в одного, там, в двух-трех человек это, ну, невозможно там, да, как-то несанкционированно получить чем-то доступ. Это должна быть какая-то такая, знаешь... Я, на самом деле, другое имел в виду. Я имел в виду, что я принесу какую-нибудь корявую, вируснявую сборку кубера, потому что у меня кривые ручки. И раскатаю ее, а потом вы не оберетесь проблем. Не, ну, у тебя же, как сказать... У нас же нет такого, что там вирусы из твоей виртуальной машины могут куда-то уползти. Это все изолировано на уровне там и физики, и информационных там продуктов специальных. Вот поэтому это, скорее, больше будет твоя проблема. Поэтому если ты принесешь какую-то такую вот кривую историю, у тебя там продакшн, который анализирует, сколько нефти вы выпучили, то скорее это будет, наверное, там, ваша головная боль. Ну, тут надо, конечно, в модели разделения ответственности существовать. То есть, мы там отвечаем за свою часть, связанную там с доступностью сервисов, с их отказоустойчивостью, с их сохранностью, работоспособностью. Там доступ и там контентная часть, она лежит там на заказчике. И, кстати говоря, в догонку к этому атаке на инфраструктуру именно промпредприятий, они как были, так и продолжаются, они никуда не уходят. Бывают успешные, пока никаких по-настоящему глобальных проблем еще из-за этого не было. Ну, всякие мелочи регулярно влезают у многих. Вы как-то за годы службы научились отбиваться? Я не помню давно уже именно. Ну, а в Клауде я вообще не помню. Нет, у нас, ты знаешь, слава богу, не было, мне кажется, ни одного такого инцидента. То есть, действительно, у нас бывает, что заказчики там к нам как раз-таки приходят с целью того, чтобы там что-то развернуть, что потенциально там уже или как-то дедосится, да, там или как-то подвергается атакам. Потому что, как ни странно, да, вроде побылищное облако, но у нас там security тоже один из ключевых фокусов. То есть, у нас там сервисы по безопасности, по информационной безопасности там несколько десятков. Это там различный тоже, да, там контроль прав, доступов, там мониторинг, логи и так далее, да. Плюс там всякие различные VPN-ы, IP-секи, шифрование, там маскирование и прочее, 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 прочее. То есть, в целом у нас комплексный набор инструментов, в том числе и партнерских, да, которые ты можешь взять, наложить и сделать просто бункеры своей виртуальной машины в облаке, например. Ну, понятно, да. И, опять же, да, тебе не нужно организовывать для этого сложную закупку, срочно там, знаешь, нанимать проектировщиков, консультантов, которые будут... Сколько людей без работы порядочных оставляете? Будут ходить, знаешь, по... Как сказать, искать, где бы нарисовать еще несколько слайдов. Вот, поэтому у тебя получается достаточно быстрый вход в это. Ну, ты так не расстраивайся. Да, я расстраивайся. Мы как-то прожили уже, нам-то что, а молодежь что, на заводы пойдет? Да. Хорошо. Да, я понял. Ну, окей. А как это выглядит? Мне всегда было интересно с точки зрения... Хорошо, типа, давайте жить вместе. Мы сейчас свою разработку вывезем к вам. Ну, объем какой-нибудь, на самом деле, небезумный. Ну, какие-нибудь там... Тысячи ядер. Да, ну, тысячи ядер, да. Ну, то есть, я имею в виду объем данных уже, как бы, накопленных. Это же обычно не с нуля происходит. У нас какая-нибудь там полпетабайта, полтора петабайта с там какими-нибудь еще там специально собранными базюльками, на которых мы тренируемся и так далее. Как заезжать? Как заезжать? Телефон в режим раздачу и на выходные на дачу? Да-да-да. На закачку? Да. Как заезжать? Или приезжает газель, Яндекс.Драйв. Загружает тебя, загружает тебя, приматывается к кочам к стрелу офисному. Но я все равно полтора петабайта не удержу. Нужно флешечку хотя бы еще воскнуть из меня. Хороший вопрос, потому что, на самом деле, там несколько есть способов. То есть, есть способ самый простой, нанять консультанта. Неплохо, хорошо, да-да. Который тебе все объяснит и, возможно, даже что-то сделать. Ну, скорее, нет. Он скажет, хали лайкли, вот надо идти туда. Да-да. Ну, то есть, печатаешь на странице К4 и читаешь 0, 1, повторяю. Ну, и так, да. Да, примерно. Вот, ну, если без шуток, то, да, у тебя есть сценарий того, что тебе подготовят проект миграции. FTP-сервер, ссылочку бросят на FTP. Да, на FTP-шник, безопасно. Да. Это какой-то партнер, который может тебе помочь все спроектировать, смигрировать под ключ, например, да. Это может... Многие делают сами. То есть, потому что, ну, мы с тобой знаем прекрасно, какие большие команды по IT в промышленности. Они, ну, тут точно могут посоревноваться с многими организациями. Поэтому здесь у многих действительно есть там своя большая экспертиза. Они понимают прекрасно, что им нужно и как куда смигрировать или как развернуть, если мы говорим там про новые проекты. Ну, у нас также есть свой внутренний консалтинг, профсервис так называемый, профессиональный сервис, где мы тоже можем там какие-то задачи такие, связанные с облаком, помогать делать нашим заказчикам. Там архитектура, там, миграция. То есть, это узким местом никогда не было? Нет, нет, да вообще. Ну, то есть, ну, наверное, может быть, поначалу, да, раньше, когда облака только зарождались в стране у нас, и не все там имели большой опыт работы с ними по причине, знаешь, разных форматов там программного стека. У кого-то своя виртуализация, да, не всегда привычная. А сегодня достаточно большой объем команд, которые обучены. То есть, у нас там целые институты, курсы, книги. Ну, и прикинь-ка, у тебя 29 тысяч пользователей, почти 30. Достаточно большой уже накопленный опыт, которым можно поделиться. Ну, и уже как бы у тебя сервисы развиваются, все проще становится. Ну, хорошо. Документации достаточно порой, чтобы разобраться. Я понял, переезжаем, но у нас, так сказать, в пакете легкий ворез. В том смысле, что, например, какие-нибудь, да, какая-нибудь в январе тут затесалась туда-сюда. Или там, мы, конечно, очень хотели бы заплатить за лицензионное программное обеспечение. Мы бегаем по улице, пихаем деньги в людей. Никто сейчас не берет пачку, суешь, она прям падает на пол. Вот возникает вопрос. То есть, вас это как бы не волнует, потому что это все ответственность. Пачка денег. А, нет, пачка денег, где подобрать, я тебе потом. Я имею в виду, что если есть... То есть, это все ответственность того заказчика, и, соответственно, если там есть что-то, то это его задача. Ну, не совсем так. То есть, мы, безусловно, здесь никого не бросаем, знаешь. То есть, это не выглядит, как, как сказать, кровожадный интерпрайз, который там, ну, все, контракт подписали, до свидания, спасибо. Да нет, я не это имею в виду, я имею в виду, скорее, наоборот, ой, не вижу, не вижу, что там у вас за навесочкой. Нет, ну, смотри, есть документация, есть там у нас огромное количество бесплатных, там, бесплатных, так сказать, не то, что поддержки, наверное, а опоры, там, от наших, там, продуктологов, архитекторов, да, людей, которые, там, могут что-то подсказать быстро, как сделать, где найти, где посмотреть. Плюс там, как я сказал, да, есть профессиональные сервисы, если прямо настолько нет ресурсов, там, ну, там... Да нет, дело не в ресурсах, дело в том, что есть, вот, виртуализация, да, есть какая-нибудь ВМ-варя. Есть, да, КВМ наш, например. Да, да, есть, да, КВМ, и, как бы, я свою любимую ВМ-варю вообще не хочу менять на ваш непонятный мне КВМ, он, конечно, может быть лучше, но может быть нет. Это долгий разговор, да, это долгий разговор, у нас он часто возникает, здесь, скорее, наверное, сейчас смысла, наверное, нет там его моделировать, и тут больше, наверное, про то, что виртуализация, как таковая, вот, данных, там, не знаю, в данном контексте, который ты озвучил, она, наверное, не должна являться совсем блокером, потому что у нас... Ну, это, наверное... Да, у нас есть все-таки, там, опыт, опять же, миграции из ВМ-вари и, там, какого-то, опять же, коннекторов до разных виртуализаций, это все уже, как бы, там, многократно реализовывалось. Это, скорее, там, воля излияния, там, какой-то определенной уже команды, да, что мы готовы, там, как-то диверсифицироваться, посмотреть в сторону, там, отечественных систем виртуализации, там, поставить их рядом с нашей ВМ-варей, как ты говоришь, и посмотрим, как мы будем этим пользоваться, как это будет работать. Обычно после этого все, там, принимают, там, то или иное решение уже. Ехать полностью, ехать частично. А ты говоришь, что, вот, мы с партнерами придумываем. Действительно, коллеги, подкидывайте какие-то истории, а вот бы нам еще то, а вот бы нам еще это, давайте такой сервис залудим. Ну, да, ты знаешь, мы даже вот с такой небезызвестной крупной компанией, как Ultimotec, делали исследования рынка публичных облаков в промышленных компаниях в Российской Федерации. И вот коллеги, там, практически, там, топ-15 компаний Робокала, словно говоря, там, интервьюировали на тему различных сценариев. И мы там, в том числе, увидели некоторые интересные, там, как сказать, направления, что вот часть этих компаний было бы интересно развивать различные производственные сервисы, там, в облаке. Там, связанные, там, опять же, с ML, да, с GPT, например, в области, там, ремонтов, какого-нибудь, опять же, единого хранилища для создания центра правды, что, там, вот, мы данные всех систем собираем вот в одном месте. То есть, есть живой интерес. Вот даже по этому исследованию порядка 70, там, более 70% всех этих топ-15 компаний, которые сегодня вставляют, там, ну, наверное, там, скажем, репрезентативную выборку, да, они уже делают или делали хотя бы один проект в облаке. Это тоже, так сказать, как раз-таки свидетельство о том, что динамика довольно активно растет. Хорошо, да. Ну, то есть, во-первых, я слышал про это исследование, но так как Ultimatec не прислал нам в бейсболке Make Cloud Great Again красный, то я его еще не прочитал, но прочитаю обязательно. Меня интересует скорее, ну... А, да, извини, я, наверное, еще не сказал, про продукты. Вот ты спросил про сценарий, да, вот сценарий мы там увидели, как и в этом исследовании, так и там другие партнеры нам приносят. И с продуктами есть такая же история. То есть, часто бывает так, что мы в разговоре с заказчиками, например, понимаем или слышим, что у них есть потребность в каком-то конкретном инструменте. А у нас, например, там, ну, это может быть какой-то единичный сценарий или единичный продуктовый запрос. Понятно, что там, знаешь, создавать roadmap под одного заказчика, как бы сказать, сложно, понятными перспективами довольно как-то, ну, неправильно, наверное, и затратно даже для такой крупной компании, как Яндекс.Облако. Мы ищем партнеров, у которых эти продукты есть или которые в эти продукты уже кто-то вкладывает. Вот мы буквально сейчас на днях там разместили решение по мастер-дата-менеджменту облачному, который сделал партнер, в частности. То есть, хотя вот мы такие запросы периодически слышали, там тоже как-то к этому подходили с разных сторон, но там что-то такое продуктовое у нас внутри запустить не получилось. Вот мы договорились с партнерами, которые в это тоже вкладывались, вместе там с... сейчас размещаем это решение, которое будет там также доступно из облачной платформы наравне с другими партнерскими какими-то или нашими инструментами. Это как один из примеров, в частности. Самое главное, какие сейчас хранилища, так сказать, у вас, SSD-шники или все-таки старые добрые винты? Нет, у нас есть SSD-шники, есть нереплицируемые диски, есть там HDD, то есть... Ну, HDD еще осталось. Да, конечно, они есть, да. И бывает даже так, что спрашивают. Почему нет? Да, почему нет, то есть, ну, для каких-то там, не знаю. У нас есть, знаешь, то есть у нас S3 есть, это уже, конечно, никого ничем не удивить, но это... Ну, наверное, прикольно. Да, это сегодня, наверное, мне кажется, такой очень хороший аналог там замене бэкапов, да, вот классических, во-первых, потому что это хранилище, к которому можно обращаться, если мы, опять же, говорим про какие-то озера данные, то это у тебя, ты можешь данные хранить там в холодном, в ледяном, как они еще называются, формате, и если тебе возникла потребность все-таки к ним вернуться, ты можешь к ним возвращаться, там, не доставая бэкап-ленточки, там, где-то из сейфа. Жаль, да. Нет ничего лучше лент. Мы тут депонировали код на флешке. Надеюсь, что в том сейсе, в котором он лежит, в хранилище все хорошо, и магниты рядом не носит. Ну, ключ, ты же, я так понимаю, носишь на связке с домаштими, от гаража. Ну, это серьезный бэкап, я его съел. Пока все хорошо. Ну, отлично, Саш. Хорошо, мы еще с тобой должны поиметь обязательный диалог про ML, ну, потому что ты сказал ключевые слова, и просто, ну, невозможно же не спросить. Ну, давай сделаем его, как бы, as little bullshit as possible. В формате Blitz. Да, да, не, не, зачем? В формате Blitz невозможно, потому что в формате Blitz я знаю все твои ответы. Да. Да, все будет очень хорошо. Дайте, пожалуйста, денюжек. На самом деле, если, как бы, мы предположим, что промышленникам не нужно писать очень плохие сонеты, и даже копирайт, какие живые ML-кейсы, и вряд ли вы сильно сумели GPT прикрутить к каким-то промышленным, какой-то промышленной жизни. Слушай, сегодня, наверное, самый такой востребованный сценарий – это трансформер, по большому счету, который является советчиком, там, не знаю, для ответа на вопросы, а именно это некая база знаний, которая работает с корпусом документов, и которая может тебе быстро сделать онбординг, например, для нового сотрудника, условно, там, ответить на какой-то вопрос по той или иной документации. То есть, какие есть проблемы сегодня, да, которые ты, наверное, сам прекрасно знаешь. Во-первых, во всех крупных вот этих промышленных холдингах есть талмуды просто документации. В некоторых организациях есть такой даже процесс как ознакомление. Ну, во всех должен быть, да, и никто не ознакомливается. Ну, да не то, что, наверное, никто не ознакомливается, просто это скорее создает там какой-то формальный уже, как сказать, подход к ознакомлению с этими документами. А тебе в некоторых там компаниях нужно делать проверку. Суммаризация текста, после которой ты получаешь основные тезисы и можешь уже понять, о чем суть документа. То есть, тебе нужно какой-то сделать drill down, ты открываешь и вникаешь. Это ключевая вещь. Создание каких-то там, знаешь, инструкций, регламентов, служебных документов. То есть, некий уход от бюрократии. Вот это, я думаю, сегодня основная направленность вот этих всех GPT-историй. И мы уже даже, скажу больше, провели несколько пилотов именно в промышленности. То есть, в частности, там, по ответу на вопрос в области, например, промбезопасности, да. То есть, опять же, для работы с корпусом документов, который требует там большого времени для прочтения. Например, не знаю, там, какой регламент там... Дорогая кадровая система. Когда я смогу пойти в отпуск? Например, ну, да. Ты смеешься, что ли? Ты третий день на работе, лезь в шахту. Да, такое, конечно, мы пока с нами не делали, но он тоже, может быть. Ты прав совершенно. Почему? Это же нормальный вопрос. То есть, там, ты можешь пойти в отпуск через полгода. Абсолютно, абсолютно. Но только если Венера в раке, иначе беда. Иначе ты не в потоке. Да, да, да. Это ты, да. Если, да. Ну, да, совершенно верно. HR, вот, история, там, то же самое. Ну, практически любую направленность жизнедеятельности предприятия можешь взять, и туда везде подойдет GPT. Вот мы сейчас даже будем рассказывать там на одной конференции про TAIR. Да, то есть, у нас же еще есть голосовые технологии, если мы говорим про e-mail. Это та самая, та самая спичкит, на базе которого работает Алиса, небезызвестная. Это, там, голос в текст, текст в голос. Ну, по-честному, это же битусишная такая тема. Вы ее просто... Нет, спичкит, нет. Почему? Спичкит, это битубишная история больше. Ну, у тебя, считай, все голосовые помощники. Весь вот эти, знаешь, там... Ты когда отвечаешь, там, не знаю, тебе звонят, скажите, пожалуйста, показания счетчиков. Вот, ты там диктуешь это все. Бог подашь. И кладешь там. Там, надеюсь, конечно, наши спичкит не используются, там, алло, это билеты в театр, там, да, или... Ну, кстати, да. Да, ну, голосовых роботов много, вот. Но вот спичкит, там, работают GPT в связке. Вот тебе, пожалуйста, создается там целый сценарий, да, что ты можешь там делать обход оборудования условно, да, там, увидишь какую-то внештатную ситуацию или аварию, ты можешь им диктовать, тут же там может вызваться, не знаю, там, создаться тикеты, там, в Тайер-системе, да, там, заказать ZIP, там, вызвать мастера. Но это реальность или это фэнтези? Это фэнтези, к которой мы сейчас приближаемся. То есть у нас есть компании, которые интересуются такого рода пилотами. Да, нет, я не собираюсь, что все интересуются, вопрос, это работа. Технически, да, технически здесь нет никаких ограничений. Ну, то есть, естественно, тебе любую GPT-модель нужно тюнить, то есть, чтобы она не галлюционировала, да, там, чтобы, когда ты говоришь, у нас сломалась, там, не знаю, задняя бабка, и он там что-то понял не так. Ну, на самом деле, да, я тоже плохо себя... Я просто много видел промышленных тикетов, вот там, установка такая-то, это все забито в систему Тайер, там, не ошибешься, и там будет написано все, полный конец. Что-то прогнило в датском краеолевстве, и как бы... И это нормально, тикеты все, в общем, понимают, что имеется в виду. Да, ну, тут надо говорить еще раз, это должно быть, мне кажется, там, вот, как ты говоришь, фэнтези или реальность, это точно не реальность, чтобы сразу начать продакшн-проект, понимаешь, без каких-то пилотов, там, ПОКов, MVP и прочего. Но в целом технологически сейчас нет ограничений для того, чтобы такие вещи начинать реализовывать. Да, забавно, забавно. Интересно, в результате, а может случиться так, что у вас не будет хватать облаков для всех желающих? Ну, в смысле, capacity подойдет к концу, у вас же дата-центрик не бесконечный, у меня есть специальная футболка, где написано «Cloud». Это просто чужой компьютер. Ты мне такой должен подарить, мне кажется. Хорошо, обязательно. Ну, модель облака, ты же понимаешь, да, почему-то это с гиперскелл, что как бы в теории работы облака ты можешь масштабироваться до бесконечности. Ну, понятно, да, но бесконечно же не существует. Бесконечно же не существует. Всяких нищебродов, которые хостят сайты детских садов, просто холодные пока пульки быть. Не дай бог, конечно же, тут. Ну, поэтому вот именно по логике этой модели у нас постоянно ведется стройка. То есть, мы буквально вот в прошлом году открыли новый дата-центр в Калуге. Постоянно идет завоз нового оборудования и его инсталляция. Я хотел на экскурсию, кстати. Кстати, да, ты так и не съездил. Во Владимир надо будет нам съездить. Это действительно. Хороший план, да. Да. А, кстати, вот, знаешь, у нас же там, помимо, это так, минутка рекламы, у нас там же еще фрикуллинг, представляешь себе? То есть, мы охлаждаем этот центр воздухом. Да, я слышал эту историю, вот я на это хочу посмотреть там же. Почти как в аэротрубе. Ну, нет, нет, не почти, конечно. Но если ты во фильтр, фильтр, ну, зайдешь, там, да, там будет примерно так. Вот, и, естественно, как бы в этой модели у тебя есть там capacity management, risk management. И у тебя же ты смотришь на динамику потребления. Ты видишь, что там даже у тебя есть, как бы сказать, определенное, не знаю, закладывание на риск, что там кто-то начнет расти там быстрее, там, прогнозы, вот. Поэтому, не знаю, я не думаю, что что-то может так резко. У нас не было никогда, даже после там вот 24-го у нас не было там проседания по ресурсам, в отличие там у других провайдеров, которые там временно не могли даже брать новый проект. У нас такого не было, вот. Я надеюсь, что никогда не будет. И в целом выглядело довольно хелси. Ну, хорошо. При этом, как это называется, есть уверенность, что с вами такого не случится? Ну, да. Понимаешь, я, наверное, вот... Я, конечно, не эксперт и не инженер. Да, ну, и у меня есть шпаргалка, на которой, знаешь, по которой я как сказать... Во-первых, я был 7 раз в нашем дата-центре. И ничего не случилось. Это много, это много уже, да. Я прошелся там по всем, так скажем, коридорам, корпусам, видел железки, даже трогал их руками. Поэтому могу сказать, что у нас там все хорошо, все достаточно, как сказать, все моргает, работает, шумит. Вот. Ну, и важно, наверное, то, что мы все-таки мануфактурное облако, вот, в отличие от некоторых других. А что такое мануфактурное облако? То есть, мы не арендуем дата-центры. А, они свои. Мы их сами строим, да. То есть, у нас есть отдельное там подразделение, которое там проектирует, строит, обслуживает эти дата-центры. То есть, мы следим там за охраной, за там энергетикой, за там поставками комплектующих, за их работоспособностью, бригадой и все прочее. Это другой немножко опять же как по формату. Контроля больше, так скажем, гораздо. Хотелось бы, да, хотелось бы верить. Ну, как верить, Саша. Да-да-да, но на самом деле, хорошо, давай перейдем к самой болезненной, так сказать, теме сегодняшнего вечера. Это функционально вы, может быть, и лучший на российском рынке, хотя я не уверен, но я стараюсь доверять. Я работаю над собой. При этом вы функционально не Амазон пока, вот, с точки зрения управления облаком. Это правда, да. Во-первых, почему, а во-вторых... Ну, у него, наверное, не управление облаком. Оперирование облаком, да. Понимаешь, это все-таки большая разница. За 30 лет много чего можно наподелать, напоразрабатывать, да, особенно если ты в Силиконовой долине это разрабатываешь. Поэтому здесь вот, прежде всего, это причина. Во-вторых, я не считаю, что мы там как-то существенно сильно отстаем от Амазона. Если говорить в общем и целом, мы отстаем по количеству сервисов, по набору сервисов. Это правда, да, у них действительно больше, и многие из них там, как сказать, были там разработаны, исходя из какой-то конкретной, может быть, сценарной ветки там в заказчике, в продукте там определенном новом, еще чем-то. Вот. Ну и плюс у тебя там рынок другой, понимаешь? Рынок, который более зрелый, более активный. Ну, это правда, да. Ты с таким рынком можешь гораздо быстрее расти и развиваться. Ну, ты как вендор, Саша, сам это прекрасно знаешь, когда у тебя есть стабильный, уверенный заказчик для твоего продукта, ты можешь очень быстро внедрять ему... Не слышал. Да, внедрять ему управление производством. Ну, хорошо. И ЛИМС. Да, хорошо. А географически вы только в пределах богоспасаемого отечества, так сказать, предлагаете свое облако или, в принципе, не только? Ну, кстати, нет, у нас же вот открылся дата-центр в Казахстане, то есть у нас, мы как бы у нас... Ты отвечаешь каждый раз, у меня ощущение, что я рекламную брошюру читаю, причем суммированную по документам. Это твои вопросы. Да, я согласен, да, но немного неловко. Нет, у нас есть дата-центр в Казахстане, то есть мы как бы международку не забросили. Да я и думаю, что сегодня в целом СНГ и близлежащие страны, они достаточно лояльны к российским продуктам, то есть у нас репутация, мне кажется, у всех в стране есть хорошая, как IT. Хорошо, ну и на Камчатке, и в Калининграде я могу купить себе немножко Яндекс.Облачка. Но ты можешь, конечно, купить. Единственное, что у тебя дата-центры облака, они пока что находятся в центральной части России, да. То есть ты можешь... Это понятно, да. То есть там будет, как это, пинг будет плохой. Если ты подключишься по оптике, то будет хороший. Ты же можешь подключиться не через интернет, а по физике можешь подключиться. Ну, понятно, да. Да, пинг будет хороший. Может быть, не такой хороший, как рядом с Владимиром, например, но в целом достаточно приятный. Ну, рядом с Владимиром всегда все хорошо. Хорошо. Но мои сотрудники из Калининграда вроде не жаловались пока на пинг. Ну, тогда отлично, тем более. Ну, я не думаю, что там какие-то есть существенные наши проседания. Вот. Но я тут тоже, опять же, не сетевой инженер, поэтому здесь... Когда промышленники выбирают себе... Ну, когда решение уже принято, они выбирают все-таки по цене или по каким-то другим критериям? Мне кажется, что по цене. Ну, цена играет роль, безусловно. Но важным, наверное, моментом является, как мы проговорили уже неоднократно, информационная безопасность, наличие всех возможных сервисов, которые позволяют ее обеспечить. У тебя есть сертификат? У меня конкретно нет, конечно, но облако есть, да. Неплохо, да. Да. В общем, вот эти... Сертификат. То есть, это же не просто... Есть техническая безопасность, есть бумажная. Бумажная безопасность предполагает, что ты там во все нужные кабинеты сходил, и тебе... Ты, значит, хотя бы знаешь людей. Да, знаешь, кабинет нам. Они знают тебя, и если что, они придут сразу к тебе. Это, на самом деле, не надо недооценивать. Да, безусловно, безусловно. Слушай, все требования регуляторов выполняются в полной, как сказать, мере, и причем ты же должен эти сертификаты подтверждать постоянно, с периодичностью определенной. Вот. А это второй критерий. Цена информационной безопасности, различные сертификаты и их наличия. СЛА. Как ни странно, да. Экскурсивы Владимира играют роль? Конечно, конечно. Когда люди видят, как это все потрясающе. Мы сейчас, знаешь, действительно, как по ходу рекламный какой-то ролик короткий, знаешь. Да-да-да, я согласен. Если что, я не сплатил ни копейки за этот подкаст. Ну да, это потому что я не умею продавать, а Павел умеет, да. Да. И вот, понимая СЛА, еще, наверное, набор уже, как бы сказать, реализованных кейсов. Это тоже важная вещь. То есть, что ты за какой-то замышляешь вопрос, я так понимаю. Да-да, нет, я просто думаю о наборе реализованных кейсов. Ну нет, продолжать это ты... Ну то есть, что у тебя есть в отрасли уже какие-то проекты похожие, схожие. Кому-то это уже продано. Да, именно. То есть, очень важно же для промышленной компании, что-то не в ритейле, там только в ритейле Силен или в банках, что ты именно с металлургическими организациями что-то делал. Какие-то внедрял проекты, какие-то реализовывал совместно, и это подтверждается там самим заказчиком. То есть, какие-то референциальные вещи тоже играют ключевую роль. Вот, пожалуйста, четыре пункта. А суровая госпромышленность, всякие вгупые, всякие, не побоюсь этого слова, защитники Родины, они как что-нибудь это обдумывают или вообще там зеро? Слушай, это у нас отдельный сегмент занимается, так называемый паблик-сектор. А, то есть, это как бы не промышленность считается? Да, тут я, честно говоря, тоже не скажу, потому что я просто не совсем в курсе, чем они занимаются у нас. Я понял. А, то есть, у вас как-то вот эта поляна по-другому. Да, да, да. Да, такое отдельное направление. Я понял. Ну, хорошо. На самом деле, так сказать, завершая этот нелепый рекламный проспект... Ну, ладно, я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, что будут возмущенные комментарии, хоть какие-то комментарии. Где? Да, да. Где вы выходите? Если, так сказать, подсобрать и просуммировать, где ты видишь, ну, вот если как бы прям самые сливочки, где ты видишь, причем не обязательно в промышленности, реально, где-то перспективы облаков видишь именно не с точки зрения продажи вычислительных мощностей и хранилок, а с точки зрения какого-то, да, действительно нового разделения труда. То есть, если вот как бы посмотреть на это с точки зрения идеи, а не с точки зрения реальности, вы же хотите продавать в некотором смысле, ну, создавать новый уровень абстракций, где твоя вычислительная идея, может быть, не только, ну, в смысле, где твой софт, причем бизнес-ориентированный, будет просто исполняться, неважно где и как, если я правильно понимаю вообще стратегию. Наверное, наверное, в чем-то ты прав. То есть, в целом, действительно, там, модель облака глобально, она предполагает, что ты предоставляешь ресурсы, которые могут абсорбировать любой набор продуктов, сервисов, приложений из любой точки вселенной. Ну, или, по крайней мере, земли для начала. И это, да, вот мне интересно, где это заколосится особенно сильно с твоей точки зрения. Ну, вот, ты знаешь, мне все-таки кажется, что, как бы это ни звучало, опять же, там, банально, что история с GPT, она, там, в принципе, создана для того, чтобы развиваться, так скажем, иксами тоже, да, мультиплицироваться именно в облаке за счет того, что вот эти сложные языковые модели требуют огромного количества видеокарт, инфраструктуры. И сложно все это содержать у себя внутри на том необходимом уровне, чтобы качество не снижалось, чтобы, там, у тебя увеличился объем информации обрабатываемый, да, чтобы это было, там, как-то много, мультиканально, да, с различными сценариями новыми. Вот облако идеальный подход для того, чтобы эти сценарии мультиплицировались. И как в B2C, ну, если мы говорим, например, про B2C, что на GPT, да, вот ты-то берешь, не знаю, там, не знаю, какой-нибудь шедевр, делать картины, да что же по факту облако, да? Ну, да. Только такое, как Blackbox немножко, как уже готовые сервисы, консюмерский. Или если мы берем, там, OpenAI, да, которым все начали быстро пользоваться, там, у себя в офисах и где-то еще, это тоже облако по факту. То есть, сейчас, после того, как там этот бум случился, все начали скачать, что пенсоросные какие-то модели, загружать их себе и работать с ними, потому что, опять же, да, там, вот, кажется, что небезопасно идти в облако. Но, в целом, качество этих моделей не всегда соответствует действительности. Опять же, потому что они ограничены. Они не, там, не могут претерпевать обновления, обучения, изменения такие, которые претерпевает облачная история. Вот. А так как мы говорим, что, ну, не то, что говорим, многие считают, там, опять же, великие люди из консалтинга, из различных домов исследования, с чем я с некоторыми вещами у них согласен, что GPT-то следующий, наверное, вообще какой-то такой, ну, драйвер роста, там, вообще каких-то работ с данными, то для него, на мой взгляд, облако – это такая идеальная платформа для развития. Честно говоря, мне кажется, что это невероятно уныло, в том смысле, что OpenAI... Все, что ты сегодня говоришь. В целом, да, но есть конкретика. То есть, вот OpenAI сделал, да, GPT, ну, не только он, но не важно, и типа, окей, мы будем делать GPT, там, сделали рисовалку – сделаем рисовалку. Ну, например, в промке там есть что посчитать, реально посчитать. В математике всей много, достаточно сложный. И там, если вы посмотрите на всю разнообразность ML-методов, там же можно сделать сервисы, которые действительно будут сильно, там, на десятки процентов сокращать требования к вычислительным мощностям, просто потому что считать будет по-другому. Да можно, Саш, ну, то есть, ты же, видимо, спрашивал такой универсальный какой-то буллет, типа, не только в промке. Ну, не только в промке сложно все что-то найти, потому что все, если разное, да, там... Ну, вообще, универсальный буллет – это русский САП как сервис. Ну, как тебе такое, да, например? Русский Убер-САП как сервис. Русский Убер-САП, да. Но такого же момента, что нету и не будет в ближайшей там перспективе, скорее всего. Я надеюсь. Я надеюсь, что не будет. А то нам придется профессию получать какую-то. Вот. Например, да, но это характерно, например, не для всех, опять же, отраслей, потому что в банках, например, САПа практически нету, да. Там АБС, да, но там такой, это такой кур-бизнес, что... Поэтому, безусловно, в каждой из сегментов можно найти что-то свое, что-то уникальное, да. То, что будет характерно именно там этому профилю отрасли. И оно будет там являться там каким-то бустом для облачных технологий. Может быть, там мультиплицированным, опять же. Вот. Но если, конечно, про что универсальное, это, скорее всего, все, что связано с обучением. Потому что, ну, оно появляется там и в реальных проектах. Оно там... Вот, извини, там, мы с тобой еще пять лет назад работали, даже больше семь лет назад, начиная работать в одном крупном вендоре отечественном. Тогда он был некрупный. Тогда он был некрупный, да, ты прав. Вот. Мы помнишь, что об этом обсуждали многократно все вот эти истории про AI в промышленности. Ну, да. С нашим хорошим приятелем Юрой Крыловым. И даже Юра тогда говорил, что это какая-то такая вещь, она не взлетает. Ну, то есть, на тот момент точно оказалось, что в нее нету там... Это правда, да. А сейчас мы видим, что там компьютерное зрение довольно много где работает. Ну, я предлагаю еще шанс, но за деньги я... Оптимизация много где работает, различные там системы прогнозирования уже работают. Предиктивная диагностика, которая вообще, казалось бы, никогда не будет, она появляется, но есть. Даже есть на машиностроительных как бы предприятиях. Так что нет, в этом есть точная динамика, есть какая-то перспектива. Я вот адепт этого всего, и мне кажется, это будет развиваться. Дорогие друзья, это все, что мы могли сказать по вопросу. Пожалуйста, играйте в однопользовательские игры. Спасибо всем. Да, спасибо. Спасибо, пока. Это был подкаст «Коптерка-цифровизатора». Подписывайтесь на нас хоть на каких-нибудь платформах. Скоро встретимся вновь. Субтитры сделал DimaTorzok